Привет, Россия! Очередной день хоккейного сезона. Борис приехал в гости к Салавату Юлаеву. Опа! Один на один. Все хорошо, только броска не состоялась. А так момент, конечно, был отличный. Созданный Борисом передача на вход в зону в разрез двух игроков в Салавата. И в итоге, казалось бы, Борис имел все шансы повезти на моменте Ахульзина, а в итоге вперед уходит Салава. Сергеев там как-то оказался. Сергеев наказался на добивании первым, да. Она там из-за ворот еще выскочила так. Но Сергеев выглядит просто как заправский гелиадор в данном эпизоде, который привык к таким моментам, когда шайба выскакивает от борта за воротами. Защитник оказался на месте крайнего нападающего, добил. Тут, конечно, ну как Борису бороться против таких вообще... Против таких сыгранных моментов. Они же просто их гол. Слушайте, а нас с вами, видимо, ждет сегодня такая своеобразная игра. У Кореева 15, есть еще Федотов, у которого 3. Но, тем не менее, вот у Мецела 47-я игра в нынешнем сезоне. Потрясающие цифры. 93,5% отраженных бросков. Две шайбы в среднем за игру. Но я думаю, что этот момент и этот гол относятся к разряду тех, которые он бы хотел, если бы можно было, назад перемотать и еще раз запустить, переиграть. Он может быть как-то и поудачнее всегда. Ну, Бачинский с Фрытиным еще хуже, я думаю. Ну, да. О, нет! Ничего себе! В хорошем вратаре нет дырка. То есть из него не должно ничего вываливаться. В идеале. То есть у всех, конечно, всякое бывает. А нет! Нет, это она действительно... То, что Ткачев не попал, да? Вынужден признать. Но это Бурдасов. Я думал по тому общему плану, который у нас на мониторе было видно, что шайба попала и через щитки прокатилась внутри Карлсона. А она такой сложной траекторией двигалась. Сюда получится найти кого-то передачей. Найти получилось. И это второй случай, когда Коллидову вторую смену подряд в итоге борется в окрау. Леонид Вайсвилд, я жду, что именно вы поздравите автора заброшенной шайбы. И вот, кстати, Михайлис второй очко набирает. И вот эти вот броски под Перекладином, конечно, мало того, что Мецела маленький вратарь, а вообще, когда вот так под Перекладином бросают с таких позиций, то практически у любого вратаря шансов немного. 17-й гол выжил Петерсон из этого момента. Свой 30... 17-й? А, нет, кстати, вру. Это я со старчика его перепутал. 21-й. 21-й гол. Уфа. Да, сегодня надолго никто никуда не уходит. В прошлый раз... Умарк забросил, а Карлсина вот так по трусам ударил. Вот, вот, вот. Да, они друзья просто. Я знаю, что они друзья. И вот так ему говорят, ну ты еще здесь забиваешь. Еще тебя мне здесь не хотелось. Да, да, да. Добавил бы что-то, но все ровно так, как, собственно, и говорилось в первом периоде. Вот момент. Вот момент. Не туда отскочило. В смысле, для Бориса-то как раз туда. Для Бориса туда? Да, для Слова-то не туда. Полидов не поспел на добивание. Для него как раз отличиться было бы, наверное, идеальным вариантом. Потому что как же это? Ну, вот, вот, что дать посмотрим. Ага, она попала в конек. То есть это... Вроде хорошая передача Тарзамаса подала. Но он по льду летел. Да, и она, соответственно, с крюка у него в конек, а не в ворот. Ну, вот, вторая бригада большинства вышла первой. Потому что как раз удаление заработало звено Кимпайнина. Но тоже особо подвигов не совершает. Мало того, два против одного Бориса. Ох, там еще и шанс на добивание мог возникнуть. Так в итоге шанса вроде бы как не было. Четвертого звена у Бориса как такового уже нет. Начиная с конца первого периода. Но Ивтухов довольно активен был и до этого. 31-я игра для него. А на Востоке как раз борьба там прям обостряется. Первый же момент у Бориса. Обостряется борьба тем, что Сибирь выиграла, а трактор нет. Ну что же, наше время на этом в эфире заканчивается. Андрей Петерсон, любимый хоккеист Леонида Вайсвиттера, шутка, приносит победу Борисов, приносит ее за счет своей игры в целом. И победные шайбы в овертайме в матче в Уфе. Болельщиков Бориса с этим поздравляем. Салават взял очки. Будем на этом прощаться. Продолжение следует...